давайте еще немного поговорим про экстракт и то как можно им пользоваться перейдем к нашим наплечникам сейчас расскажу об организации саптулов если нам нужно вынести наши наплечники в самый верх саптулов нажимаем shift и вот эту кнопку вот так так же мы можем сделать и с рубашкой нажимаем на нее shift и эту кнопку и она теперь вверху вот таким вот образом будем работать с наплечниками попробуем сделать что-то интересное еще с ними так что давайте скроем все остальное и я попробую тут еще сделать какую-то интересную форму допустим я сейчас проведу так здесь и здесь тут вот есть лишнее немного сетка которая мешает приду в соло мод и помощью трим уберу здесь все такая более гладкая форма должна получиться более обтекающие ну принципе так сойдет теперь с помощью clay brush немножко сделаю выпуклее форму я случайно нажала не на соло она это вот кнопку смотрите если здесь у меня выбрана z то я буду перемещаться только по z вращать камеру если xyz то по всем осям так удобнее так проводим немножко здесь и сейчас мы здесь будем выдавливать форму давайте я замаскирую какой-то участок пример вот тут такой давайте чуть поточнее его сделаю ну как то так теперь переходим к экстракт нажимаем экстракт видим что немного толстого то сделаю 0 0 1 хорошо такая форма мне нравится больше я сделаю больше сглаживания нажимаю экстракт сделай шарик кусты внутри экстракт да так гораздо лучше нажимаю сэпт и переходим к нашему новому сапту увидел что здесь у нас есть выделение снимаем его переходим соло мод и смотрим на сетку здесь есть полигруппы но смотрите какая плохая здесь сетка это просто ужас давайте мы сейчас перейдем к зима шару и он исправит нашу сетку мы установили сэйм опцию это значит что количество полигонов останется прежним и мы видим все просто отлично применяем мир аренд world и мы что мы здесь видим если минус у нас здесь нет полигрупп которые у нас были давайте вернемся назад я вот здесь есть полигруппы на новом нету чтобы они остались мы нажимаем полигрупп в зире вашей и после этого делаем зире мэш и помните как мы делали направляющие линии точно так же зире мэш сделает на стыках наших полигрупп то есть они будут как направляющими линиями для нашей сетки нажимаем и видим что здесь очень много всяких лупов которые вот следуют по вот этой направляющей стыка наших полигрупп это очень круто если мы хотим получить менее плотную сетку можем попробовать перейти во вкладку и шопса нажать дали туп теперь видим что лишних от шопов не стало это крутая штука можно ее использовать теперь мы можем использовать это потому что здесь более легкая топология давайте применим мир аренд world чтобы у нас были одинаковые полигруппы хорошо итак давайте я возьму кисточку move и здесь немного выровняю все вот так здесь давайте такое углубление сделаем у меня появилась идея сделать здесь такую цилиндрическую форму да это неплохо выглядит давайте давайте сделаем кое-что другое я сейчас удалю этот инструмент и мы нарисуем еще один давайте удалю этот саптул и теперь переключаемся на наплечники убираем маску здесь и сделаем вот такую дугообразную вот так хорошо и пойдем другим путем я делаю дубликат этого саптула и здесь w выбираю полигруппу нажимаю долл хайден здесь я могу сделать экстракт со смузом но я могу сделать и по-другому я делаю polish by features теперь здесь все ровно и я сразу очищу сетку буду использовать и ремешер используем здесь half опцию еще раз еще раз вот вот так хорошо теперь мы будем делать экстракт только давайте уберем сглаживание сглаживание нам не нужно потому что у нас и так ровная форма давайте посмотрим что будет если дам отрицательное значение толщины мы видим что у нас вывернуты полигоны но они также все уходят вверх что же нам сделать если у нас выходит такой мэш давайте перейдем на тот саптул где у нас такой вот мэш и мы видим что он вывернут да как нам это исправить вы могли подумать что нужно просто зайти вот сюда в настройки дисплей и здесь установить дабл и все будет хорошо давайте посмотрим вроде бы все хорошо но на самом деле нет это неправильный способ правильно нажать флип когда мы нажимаем дабл вы просто видим вторую сторону но если мы нажимаем флип мы конкретно выворачиваем полигоны а почему не нужно использовать дабл я сейчас объясню если мы нажимаем дабл мы не можем во первых рисовать здесь потому что полигоны вывернуты они будут рисовать внутри не так как нам нужно и также если мы придем например в деформа и шины сделаем здесь инфайт мы увидим что при положительном значении инфайт она как бы вдавливается внутрь это совсем не то что мы хотим если у вас такая проблема когда вы делаете инфайт на ваша мэша скорее всего у вас вывернута геометрия с включенным дабл в опциях дисплея значит нажимаем флип и теперь можем дальше работать с этим в общем мы еще немного рассмотрели экстракт мы рассмотрели создание новой топологии рассмотрели как это вообще может нам быть полезно и рассмотрели что делать если у нас вывернута геометрия я не знаю я не знаю я я я я я я